Страшная авария в Калинковичском районе сегодня унесла жизни пяти человек. На трассе международного значения столкнулись молоковоз и микроавтобус, все пассажиры которого погибли. Его водитель сейчас находится в тяжелом состоянии в местной больнице. К месту трагедии отправилась Анна Ковалева. Смертельное ДТП случилось здесь, на трассе М10, в пяти километрах от деревни Малые Автюки, около 11 часов утра. Именно в это время на пульт Калинковичского районного подразделения МЧС поступил звонок об аварии, и спасатели выехали на место. Здесь уже стало ясно, столкнулись микроавтобус Volkswagen и МАЗ с прицепом. В результате аварии все пассажиры микроавтобуса погибли, несовершеннолетних среди них не было. Тела деблокировали спасатели, оба водителя выжили. Ну, конечно, погода. Видно, очевидно, что погода. Вообще, они были на летней резине. Занесло, и вот что случилось. Ну, конечно, шокировано. Люди как бы с большими скоростями многие движутся. Это такая погода, так что все нужно делать вовремя, менять резину, производить манипуляции, подготавливать транспорт к зимнему периоду. Нужно все вовремя, я считаю. Точные же причины ДТП устанавливаются. На месте работает следственная оперативная группа. Объявлен поиск очевидцев. По предварительной же информации, водитель Volkswagen не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом. На колесах микроавтобуса была летняя резина, у грузовика всесезонная. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса. Помимо оценки действий водителей, будет дана оценка действиям должностных лиц, в ведении которых находится состояние дорожного полотна. Водитель МАЗа не пострадал. Что касается мужчины, находившегося за рулем микроавтобуса, то в 11.35 его доставили в Калинковическую центральную больницу. У него были сильные кровопотери, переломы костей таза. Мужчину сразу же перевезли в операционную. За его жизнь медики боролись около трех часов. Оперативное вмешательство проводится с участием областного травматолога. После операционного вмешательства пациент будет перейден в реанимационное отделение, где будет проводиться интенсивная терапия. Ну, будем надеяться, что состояние больное будет стабилизировано, но время покажет. К слову о сложных метеорологических условиях. В Гомельском регионе синоптики предупреждали заранее. Однако летняя резина все же стала причиной многих ДТП. Только в областном центре в первые часы снегопада сотрудники ГАИ зафиксировали почти три десятка ДТП. В некоторых произошли столкновения сразу нескольких машин. Погибших в них, к счастью, нет. Анна Ковалева, Александр Мурашкин, агентство теленовостей. Продолжение следует...